В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. В администрации Ленинского городского округа состоялась очередная торжественная церемония вручения паспортов юным жителям. Чувство такой гордости, наверное, и за своих детей, и вообще, в принципе, за общество. Объединение «Молодая гвардия» партии «Единая Россия» отметила 18 лет со дня основания. Самое главное – ребятам надо верить в себя и в своих близких, в свои силы. 21 ноября православные верующие отмечают Михайлов день. Боковые пределы правый освящен в честь как раз Архангела Михаила, память которого мы сегодня совершаем. В администрации муниципалитета состоялась очередная торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации юным жителям. С получением первого документа ребят пришла поздравить заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова и наша съемочная группа. Вручение паспортов представителями руководства округа стало доброй традицией, но прежде чем перейти к церемонии, ребятам необходимо выполнить и другую традицию – заполнить необходимые документы. Все тщательно фиксируется для семейного архива. Далее черная ручка. В этой строке нужно полностью поместить фамилии, имя, отчество. Мероприятие, опять же, по традиции не закрытое. Ребята могут пригласить на него родственников, друзей или одноклассников. Перед получением паспорта гражданина Российской Федерации собравшихся напутствовала заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. Паспорт – документ, удостоверяющий не только личность, а паспорт – это тот документ, который удостоверяет личность великой страны, великой России. Они станут у нас с документом не просто взрослыми мальчиками и девочками, а людьми ответственными, преданными гражданами своей Родины. Из рук заместителя главы муниципалитета в этот день получили свой первый главный документ 8 жителей Ленинского городского округа. Тоже некоторые ребята признались, церемония для них стала полнейшей неожиданностью. Пока не осознала, но удивилась, да. А почему удивили? Ну, не ожидала как-то, что вот такое будет. Как-то неожиданно, прям, рухнуло на голову, вот приехали получать паспорт. Вместе с паспортом ребята получили памятные подарки, среди которых азбука Видновского края. Едва сдерживали волнение и родители. Будничная процедура получения документа стала настоящим событием, которое будет частью семейной истории. Ну, в наше время такого не было, да, сейчас находят возможность, да, и администрация города обращает на это внимание. Это вот чувство такой гордости, наверное, да, и за своих детей, и вообще, в принципе, за общество, да, которое заботится о нас. Закончилась церемония совместной фотографии в память о вручении первого документа. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Вот уже 18 лет в России существует общественное объединение «Молодая гвардия», созданная партией «Единая Россия». На днях организация отметила свое совершеннолетие. Участников движения в Ленинском городском округе поздравил председатель Совета депутатов Станислав Радченко, который встретился с ребятами и узнал, чем сегодня живет активная молодежь муниципалитета. Подробнее в репортаже Юлия Погасьян. Ни одно крупное событие в Ленинском округе не проходит без участия представителей молодой гвардии. Эти ребята всегда готовы прийти на помощь, и их вклад в общественную жизнь муниципалитета велик. Помогают как волонтеры, самостоятельно организуют и проводят мероприятия, собирают гуманитарную помощь, благоустраивают территорию, взаимодействуют с ветеранами. Сейчас самое важное – это поддержка военнослужащих, поддержка семей мобилизованных. Ежемесячно несколько или даже больше мероприятий всегда посвящены этим темам. В принципе, «Молодая гвардия» направлена на развитие именно патриотической политики у молодежи и помощь населению молодежи социальными вопросами какими-либо. В этом году Всероссийское движение «Молодая гвардия единой России» достигло совершеннолетия. Представители общественной организации в Ленинском городском округе события отметили дружественной встречи с куратором направления муниципалитета, председателем Совета депутатов округа Станиславом Радченко, который рассказал ребятам о своей молодости, о том, как в его жизни проходил выбор будущей профессии и поделился с молодежью рецептом успешной карьеры. Самое главное – ребятам надо верить в себя и в своих близких, в свои силы. В завтрашний день любить свою малую родину, любить Россию. И тогда все будет складываться. Ну и, конечно, побольше быть инициативными и целеустремленными. Тогда все будет получаться. Подобные встречи ребят вдохновляют. В честь знаменательной даты Станислав Радченко вручил особо отличившимся в своей общественной работе представителям «Молодой гвардии» благодарственные письма. Очень рада. Это, наоборот, мотивирует делать больше и не упускать руки. Поэтому очень приятно. Ленинское отделение «Молодой гвардии» постоянно совершенствуется. Увеличивается количество участников, улучшается качество работы. У ребят в планах реализация многих социально полезных инициатив. А чтобы воплотить идеи было проще, Станислав Радченко преподнес молодым людям приятный сюрприз – сертификат на 30 тысяч рублей. Юлия Пагасян, Максим Константинов, Екатерина Давлятова, ВиднетВ. В Видновской школе номер 7 прошел форум «Актива», организованный движением первых. Цель мероприятия – объединить ребят и расширить горизонты знаний. Подробнее в сюжете Ингинчук. Школа «Актива» – форум для учащихся, проходящий в Ленинском городском округе впервые. Лекции, тренинги и мероприятия, посвященные подготовке к активной общественной жизни – ключ к успешному развитию молодежи. Форум будет проходить сегодня и завтра, два дня. Он является образовательным. Приглашены максимально компетентные спикеры, которые будут делиться своим опытом и отвечать также на вопросы, которые будут возникать у ребят. На нем будут представлены несколько направлений. Это организаторская деятельность, как правильно организовать мероприятие, чтобы ничего не упустить, и чтобы оно получилось качественным лидерством и эффективное общение, направленное на то, как поставить себя в коллективе. Развитие подрастающего поколения – одна из приоритетных задач властей. В организации проведения мероприятия поддержку оказала администрация Ленинского городского округа. Сегодня нам в организации мероприятия помогает молодежный парламент при Совете депутатов Ленинского городского округа, молодая гвардия «Единой России» Ленинского городского округа и торгово-промышленная палата. С начала года в организацию движения первых вступило более 500 молодых людей. И это вполне естественно. Каждый хочет реализоваться и найти себе дело жизни. Было большое желание помочь, как-то быть небезучастной в жизни нашего Ленинского округа, в жизни наших школ, в жизни других людей. То есть желание помочь как-то и быть активным, потому что желание есть, как-то привлечь своих друзей. В общем, мне очень нравится. Я хочу все посещать. Я не смотрю там прямо, что происходит. Пока вот если говорят, что есть какое-то мероприятие, значит я там буду. Делать максимум, который я могу и развиваться самому, помогать развивать организацию. Каждый, кто хочет стать частью движения первых, может сделать это за пару кликов на сайте. Там же можно записаться на различные мероприятия, организованные объединением. В это движение, чтобы попасть, нужно зарегистрироваться на сайте «Будь в движении РФ» и принимать участие в проектах движения. Через сайт регистрируюсь на каждую активность. В завершении встречи ребята поделились впечатлениями о своем участии, отметив, что подобные мероприятия надо проводить чаще ради сплочения школьных коллективов и для обмена опытом. Инга Янчук, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. 21 ноября православные верующие отмечают Михайлов день. В Успенском храме города Видное праздник престольный, ведь один из пределов храма освящен в честь Архангела Михаила. На праздничном богослужении побывала наша съемочная группа. День памяти Архангела Михаила считается одним из самых значимых в церковном календаре. Его почитают как заступника людей и борца со злом. Божественную литургию в этот день возглавил управляющий Подольской епархии, архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Бесплотные силы, наши ангелы-хранители, конечно, они нас оберегают от того, чтобы мы остерегались всякого зла. И вот в сегодняшний день очень важно как раз совершать такую молитву, чтобы нам через какие-то моменты в жизни, через обстоятельства, через людей, наши ангелы-хранители помогали бы нам не совершать дурных поступков. Церковное название праздника звучит как Собор Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. В трехпрестольном Успенском храме 21 ноября отмечают один из главных праздников. Центральный престол освящен в честь Успения Божьей Матери. И он основной престольный праздник, главный. А боковые пределы, правый освящен в честь как раз Архангела Михаила, память которого мы сегодня совершаем, а левый в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. И эти праздники являются также поэтому престольными, но малыми именуются. Прихожанка храма Виктория Разумова считает, что для верующих людей престольный праздник – важное событие. И каждый старается в этот день посетить праздничную службу. Благодаря батюшке, благодаря храму, милости Божией, мы познаем, так сказать, вот эту вот сторону, ну, как сказать, православной жизни. После божественной литургии архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий посетил педагогическое собрание с руководителями отделов образования Подольской епархии в поселке Володарского. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. На прошлой неделе в России отметили День самбо. По традиции в это время принято поздравлять тех, кто внес значительный вклад в развитие этого вида спорта. Все подробности в нашем следующем сюжете. Слово «самбо» – это аббревиатура, которая расшифровывается как «самооборона без оружия». В основе вида спорта, зародившегося в Советском Союзе, использованы техники дзюдо и джиу-джитсу. Организовал его вид спорта «Ощепков». Он тренировался, учился. База его была дзюдоистская. Больше года ведется работа над проектом партии «Единая Россия», которая называется «За самбо», в рамках которого проводят тренировки и мастер-классы для новичков. К проекту присоединились уже более двух тысяч юных самбистов, которых тренирует человек-легенда, заслуженный тренер России и главный тренер сборной СССР Станислав Ионов. Он рассказал о своей методике подготовки спортсменов. Незадолго до соревнований, за две недели, надо сделать нагрузку большую. После этого через неделю еще одну небольшую и дать отдыхать. Тогда спортсмен выступает в полных силах. Теперь у борцов появился свой праздник, который отмечается в России с 2022 года. В этот день поздравляют спортсменов и тренеров. В этом году единоборству исполнилось 85 лет. В связи с этим заслуженному тренеру Станиславу Ионову, который, несмотря на почетный возраст, все еще преподает в клубе «Орленок». Ему вручили подарок и благодарственное письмо за вклад в развитие федерального партийного проекта «За самбо» на территории Ленинского округа. Спасибо «Единая Россия» за письмо благодарственное. «Единая Россия», конечно, очень здорово помогает в развитии вида спорта, в том числе в нашем городе видно. Опытные наставники знают подход каждому, поэтому дети с удовольствием посещают клуб «Орленок» и хорошо отзываются о тренерах. Моего тренера зовут Горжимурат Магомедович, он добрый. Мне очень нравится туда, потому что здесь есть друзья, очень весело, и можно научиться постоять за себя. Нынешний юбилей – хороший повод вспомнить о тех, чьим трудом и талантом создавались условия для развития этого уникального вида единоборств. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.